После Второй мировой войны уровень преступности резко возрос, что вызвало необходимость в сторожевых собаках. Поэтому одной из таких пород, созданных для этой цели, была московская сторожевая. Это была сильная сторожевая собака, которая была более дружелюбной и легко выполняла приказы. Сен-Бернаров скрещивали с кавказскими овчарками. Они отличались крупным размером, силой и мягким темпераментом, что придавало им напористые черты, большую наблюдательность, свирепость и неутомимость. Благодаря этому порода обладала всеми необходимыми физическими и психическими качествами. Они также могут выдерживать суровые зимние сезоны и охранять государственные учреждения, такие как склады, трудовые лагеря, железные дороги и так далее. Для популяризации московской сторожевой в 1986 году они были экспортированы в Венгрию. Многим заводчикам и любителям порода понравилась и они начали с ней работать. Это привело к росту их численности в Советском Союзе и Венгрии. Московская сторожевая обладает внушительным ростом и становится приятным компаньоном для членов семьи. Если ее правильно воспитывают, со щенячьего возраста. Она бдительно следит за окружающей обстановкой и охраняет свою территорию и членов семьи от любой опасности. Однако с незнакомыми людьми она ведет себя осторожно, но нападает, если ее спровоцировать. Они также хорошо ладят с детьми, но взаимодействие с ними требует контроля, так как это большие и сильные собаки, которые могут непреднамеренно сбить детей с ног во время игры. При правильной социализации они хорошо уживаются с другими домашними животными в доме. Эта нежная гигантская собака не относится к самым активным породам, но требует достаточной физической нагрузки для сброса избыточной энергии. Рекомендуется совершать длительные прогулки и пробежки с достаточным временем для игр в огороженном дворе. Кроме того, чтобы оставаться активными, им необходимо достаточное количество умственных упражнений. Владельцы могут предложить им игрушки-головоломки, тренировки на ловкость или послушание, чтобы занять их. У них густая шерсть, которую необходимо расчесывать 2-3 раза в неделю щеткой из щетины, чтобы избежать образования подстилки и пыли. Они линяют сезонно, и в это время владельцы должны регулярно чистить их, чтобы удалять отмерзший мех с шерсти.